Доктор, результаты анализов моих готовы? Готовы. Ну, что там, а то я умираю от любопытства. Не от любопытства. У венеролога. Да, милочка, и где же вы такой букет поймали? А, у подруги на свадьбе. А я напоминаю вам, друзья, что наш конкурс на лучший ваш комментарий продолжается. Так же, как и наши анекдоты. Поехали. Доктор, а почему все говорят, что я нимфоманка? Ну, не знаю, надо провести обследование. Только вы мой хуй отпустите, мне карточку надо заполнить. В кабинет главврача заходит заплаканная женщина и жалуется главврачу. Понимаете, я пришла на искусственное оплодотворение. А ваш работник трахнул меня дедовским способом. А деньги взял как за искусственное. Подождите, успокойтесь, не плачьте. Поймите, просто иногда так бывает, что приборы выходят из строя, и мы пользуемся народными методами. Все. Мужик заходит в поликлинику и видит пробегающего врача. Он подходит к нему и говорит, я прошу прощения, подскажите, пожалуйста, а где тут у вас окулист и уролог? Тот говорит, зачем вам? Он говорит, вы знаете, не пойму. То ли я дальтоник, то ли у меня моча синяя. А вы знаете, дорогуша, зубная боль очень быстро снимается миниетом. Кстати, чего далеко ходить? Простите, а вы точно стоматолог? Старенькая женщина, тетя Фира, первый раз пошла до гинеколога. Он ее осмотрел, сделал заключение, все записал в книжечку и говорит, я одевайтесь. Она пошла за ширмочку, оделась, идет на выход, а затем останавливается, поворачивается и говорит, доктор, а скажите, ваша мама знает, чем вы тут занимаетесь? В аптеке, скажите, а у вас есть черные презервативы? Есть, а зачем вам? Понимаете, у меня сосед умер. Хочу выразить соседке глубокое соболезнование. Молодая блондинка приходит к врачу. Доктор говорит, ну что случилось? Вот плохо себя, доктор, чувствую. Ну что, давайте у вас посмотрим. Она начинает раздеваться, говорит, доктор, вы извините, я пышная, немножко полноватая, да, не слежу за собой. И я, да, вот, продолжает раздеваться. Говорит, я как бы себя неловко чувствую. Доктор говорит, да ничего, нормальные как раз формы, очень даже ничего. Ой, доктор, да, вы так считаете? Ну да, это же на любителя, как говорится. Ой, доктор, спасибо. Он подходит к ней и говорит, откройте рот и скажите, му. Да что ж вы так кричите-то, больной? Я же даже еще не прикоснулся к вашему зубу. Зато вы наступили мне на мозоль, вот. Доктор, доктор, мы его теряем. Голубушка, ну не расстраивайся ты так, у нас таких целая палата. Ну что вам сказать, больной? А попробуйте утром холодной водой обливаться, по снегу босиком бегать, проросшую пшеничку кушать. Вот иммунитет и поправится ваш. Знаете что, доктор, ну ему в сраку, я лучше буду с соплями ходить. В кабинет к врачу заходит мужик, спотыкается через порог, падает, ломает руку, ломает ногу, разбивает себе голову, одной рукой шкребется, доползает до стола доктора и говорит, доктор, я только спросить. Роза Марковна решила сделать себе на лице подтяжку и спрашивает у доктора, доктор, скажите, а я смогу потом улыбаться? Скажите, вы замужем, Роза Марковна? Нет. А вы богаты? Нет. Ну и какого хера вам тогда улыбаться? Доктор рассмотрел пациента, затем подходит к его жене, отводит ее в сторону и говорит, должен вам сказать, что мне ваш супруг не нравится. Ой, доктор, мне тоже не нравится, но дети его любят. В клинике, доктор, что-то вы знаете, мне становится все хуже и хуже. Это значит, голубчик, что у вас заканчиваются деньги. Папа на приеме у врача, доктор говорит, ну, рассказывайте, как малыш головку держит? Папа говорит, ты что, дебил? Это же девочка. Слушайте, вы так ужасно кашляете. Вы курите? Ну да, курю. А выпиваете? Ну, бывает. Вам нужно немедленно бросить пить и курить. Да? И что, по-вашему, я должен только кашлять? В врачу заходит девушка, говорит, ну что, доктор, как там? Он говорит, ну, дорогая женщина, хочу вас поздравить. Он говорит, я не женщина, доктор, я девушка. Он говорит, а, ну тогда девушка, хочу вас огорчить, вы беременна. Объясните мне, почему вы не пьете выписанные мной лекарства? А, понимаете, доктор, они такие противные, и я не могу. А вы пейте их и думайте, что это коньячок. Знаете что, доктор? Я лучше буду пить коньячок и думать, что это лекарство. Да. Пациент пришел к доктору, доктор ему говорит, ну, рассказывайте, молодой человек, как вам новые свечи от бессонницы? Ой, вы знаете, доктор, засыпаю моментально, даже палец не успеваю вытащить. Доктор, посмотрите, что это у меня. Только честно, скажите, это конец? Да, это конец. Боже, и что мне делать теперь? Ну, для начала перестаньте размахивать им перед моим лицом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова